доброе утро всем с первого числа с 1 января 2021 года в европе изменились правила регистрации дронов так как очень частая информация от всех кто ими пользуется катается летает по европе приезжает домой выкладывает или показывает видео и говорить что все это можно сожалению это уже не так вот на примере чехии это вот организация гражданской авиации если мы зайдем вот сюда беспилотные устройства и тут категория вот открытая категория дроны вот здесь мы видим какие категории 1 какие дроны какой категории относятся здесь вот то о чем было говорено что 250 грамм меньше 250 грамм можно без регистрации без всего и купил ли то иди хочешь и как хочешь все это изменилось законодатель тоже не дураки и они внесли поправку если меньше 250 грамм а есть камера ссори регистрируемся если меньше 250 грамм и нет камеры и это уже она преподносится как игрушка или классификацию как игрушки то регистрация не нужна помимо того что нужна регистрация вас как хозяина дрона нужно еще пройти тест из 40 вопросов и потом вы получите онлайн он бесплатный и потом вы получите так называемые права срок действия этих прав 5 лет вот при регистрации дрона при регистрации хозяина дрона вам выдают сертификат в котором будет так называемый код сейчас я вам покажу этот код вы должны напечатать или купить или кто вам напечатать и при лепить приклеить прикрутить на дрон без этого полеты тоже запрещены так теперь вот что касается граждан не стран евросоюза вот заходим и вот сюда часто заданные вопросы и смотрим вниз где нам пишут вот всем новщебник проводить дрона также на категории за стату мимо европской уни то есть вы приехали как турист в гости на работу но на работу не тут получается как как турист вот что можете ли вы или не можете так вот я нахожусь всем резидентом так вот я гражданин мимо я гражданин не европской унии и хочу летать со своим дроном открытой категории должен ли я регистри регистрироваться открываем и читаем так то есть вы должны зарегистрироваться в том штате где вы будете летать приезжайте вы например в чехию там регистрируетесь приезжайте в германию регистрируетесь там дело в том что это все когда когда вы зарегистрировались в одном из государств европской евросоюза это регистрация платно про все европские государства про целый евросоюз так так момент регистрации вам будет назначена регистрация число вам то есть вам дадут номер вашего дрона который должен быть вот я почему-то подчеркнуто напечатан на всех дронах которые у вас есть как только вы зарегистрируетесь в той в том государстве в которой вы приехали будет регистрация хозяина дрона да вот в целой европе ну а вы будете должны соблюдать все правила которые там написаны или которые там уже установлены как правильно сказать а если вы их так а тут вот написано если вы будете в специфической категории то должны написать заявление разрешение так она разрешение этих полетов в том государстве в котором собираетесь летать а нет нет ссорит то есть там где вы зарегистрировались там вы должны это все предложить на этот про коммерческие полеты и так далее так вопрос 2 часто задаваемый то есть если вы зарегистрированы в государстве который не является евро не относятся к евросоюзу к сожалению тут вот пишут что а агентство ариаса это агентство это вот это вот она европейская агентство авиационной безопасности если между этим государствами между этим агентством безопасности вашим государством заключен договор то можете но если нет к сожалению нужно регистрироваться а ну или же если ваше государство уже сделает какие-то предписания которые будет узнавать европская вновь европские штаты европской уния так но это все будет потом написано на стран на страницах европской комиссии так вот то есть короче получается хоть 250 грамм хоть 230 хоть 25 килограмм ну там еще сложнее уже не можете летать как это не печально звучит так вот где вот происходит где сама происходит регистрация вот это регистрация хозяина то есть тот кто купил сам дрон имя фамилия дата рождения государство рождения вот и выбираете погнал вот где вы родились город рождения но окрас тут я не помню а это область область здесь пишите город и здесь области писал так здесь уже улицу и где вы проживаете где-то где родились где проживаете город и почтовый индекс mail телефон если есть страховка страховка все это без проблем тут это все от же так галочки тут так вот тут галочку так это то что вы понимаете то что вы прочитали это так здесь вы что будете все соблюдать так это те кто будет вместе с вами они это все понимают и адекватные ну а тут что все это правдивая информация и регистрируют вас без проблем то есть если здесь все напишите правильно регистрация пробегает в течение трех но пока вы пишете вот это время регистрации это все напишется бывает так что у них это все зависает вот и или от количества людей или ну не знаю по каким-то причинам у меня я не смог зарегистрироваться написал им в поддержку но пока они не ответили она все заработала вот и когда вы это все сделаете вам на моем придется вот такой вот бумажечка а вот здесь вот потом получается вот этот вот код который должен быть прикреплен ко всем дронам которые у вас есть вот здесь он находится вот он так это вот первая часть а вот регистрация и так это а это вот регистрация на тест здесь вы все это выполняете она опять в принципе тот же самый выполняете вот это все ставите галочки как обычно и нажимаете дальше она вас проверяет и выскакивает у вас тест вопрос 1 вопросов будет 40 сделать можно 10 ошибок 40 вопрос когда отвечаете там уже потом проверить тест он делает проверку и выскакивает вам результаты если вы сделать больше 10 ошибок можно тест повторить повторили тест опять не сдали ничего страшного все опять пишите рукой от руки все но все выполняете снова и процедура повторяется и так до бесконечности вопросы несложные но сподковырка есть такие которые вот например вот этот вот гд ре или как они но вот это вот личную информацию было четыре вопроса в основном по четыре вопроса и два из них были и так и так и вот в общем я не понял сколько в общем я не знал какой правильный ответ так я не разобрался какое-то но в общем у меня получилось 8 ошибок вот такой вот оно маленькое пришло вот летаете там как хотите и все вот с этим можно уже летать но это я для таких это я для личных без всяких там как бы этих коммерческих служб и так далее чтобы как бы меня там не заказали я не полетел куда-то кому-то за деньги не знаю может кому-то было это интересно не это ну вот такую вот ссылку если она будет ссылки там напишу но тут все на чешском переводить хотите не хотите дело ваше но это просто как пример вот такая у нас гражданская авиация всем спасибо за просмотр может кому-то это было интересно